На Кубке Мира Международной Ерской Регате в олимпийских классах яхт прошел четвертый гоночный день. Завтра решающие гонки за попадание в десятку сильнейших на этой престижнейшей регате. А 26-го мы будем следить за медальными гонками 10 лучших экипажей в каждом олимпийском классе яхт. Четвертый гоночный день начался с долгого четырехчасового ожидания ветра. Флаг морковка слабо качался до двух часов дня, после чего судейская бригада стала по очереди отправлять яхты на воду. По итогам двух гонок в женской 470-ке наши девушки Алиса Кирилюк и Людмила Дмитриева упрочили свою позицию и переместились на шестое место. Завтра продолжится борьба за попадание в пятерку лучших. И очень надеемся, что девчонкам удастся побороться за медали в главной завершающей медальной гонке 26-го апреля. Соу-соу. Да? Первые гонки я так увидел за пятнашкой где-то, да? Ну да, первые четырехи. Хотя вышли на первый знак очень хорошо. Ну если хорошо, фердеринды плохо просили. И постоянно с кем-то закусывались по ногам, потому что фердеринды проигрывали большие пасти. А во второй гонки пришли? А во второй и шестые пришли. Но шли третие тоже опять закусились на фердеринды тревоги. Это все. А в чем проблема больше? В полняке или в лаверовке? Да по-разному. На кого попадешь? Когда идешь с нормальными гонщиками рядом, проблем нет. Они все понимают. Падать не падать. Не закупить. А когда вот попадаешь с какими-нибудь упырями, то получается старт. Первый не получился старт. Мы сразу же вышли хорошо на чистый ветер. А второй старт хороший был. Хороший мы не долго пробирались и не стремились нормально. Просто чуть-чуть была не та сторона. А так и хорошо. Конечно, тяжело. Ты прям в большой куче выходишь. Бывает, ничего, что ты сделал не так. Сразу же тебя большая пачка на дни всегда в общем-то проблеме. Выходишь первым, тоже тяжело выходить, потому что все за собой огибаются. И на этой регате очень плотное огибание. Очень плотно. Поэтому небольшая дуя ошибки сразу же проектируешь. У меня спадись в 15-м моментально. Ну хорошо. У мужчин в этом классе лидирует экипаж Михаила и Максима Шереметьевых. Ребята идут на 21-м месте. Не хватает стабильности. Сегодня в первой гонке были десятыми, а во второй не смогли удержаться в лидирующей группе и финишировали только 27-ми. Конечно же, о попадании в медальные гонки для ребят речи не идет. Ну, в сегодняшний день прошел, так сказать, с переменными успехами. В первой гонке ребята были в десятке. Закончили в минуту девятые. Я считаю, что это хороший результат. Конечно, хотелось бы, чтобы они бы повторили его и в этом самом, и в второй гонке. Но в тройном гонке все равно немножко неудачно. Поэтому ребята финишировали 20-ка, скажем. Но, тем не менее, мы как бы идем по плану. Потому что план на ребяте у нас все-таки не очень высокий. В связи с тем, что я считаю, что немножко подготовка, не совсем продуктивная. Очень много. Все остальные результаты вы можете посмотреть на сайте Всероссийской Федерации парусного спорта www.wfps.ru Редактор субтитров А.Семкин